здравствуйте друзья сегодня продолжаем опять тему вышивок много комментариев было что я многих вдохновила на вышивку я очень рада этому но сегодня продолжим несколько швов я вам покажу я вот подготовила листочек провела скромные две линии параллельных быть не сильно параллельных и вот так выглядеть будет наш шов зигзагом а как он будет шиться сейчас покажу я увеличила масштаб сделала шире полоски и расставила точки как у нас будет идти рисунок я вот так расставила основные точки значит мы вот в центральную точку выводим иглу первый раз затем подкалываем выводим иглу вот во вторую точку это первая вторая затем вкалываем в третью точку и выводим вот опять в этой центральной точке 4 и отсюда нить идет вот в эту сторону по диагонали петля у нас внизу игла сверху вводим в точку 1 выводим из точки 2 затем петля у нас идет сверху здесь вкалываем в точку 3 и выводим в точку 4 петля у нас вот такая здесь сверху получается и идем как понимаете вот сюда в первую точку и опять то же самое вкалываем во вторую с изнанки уже мы сюда прошли в изнанку потом с изнанки выходим в точке 2 затем опять петля снизу у нас идет в точку 3 выводим а из точки 3 выводим точку 4 и опять у нас пошла нить вот сюда по диагонали в точку 1 понятно или нет я надеюсь что понятно расстояние между этими точками один миллиметр больше не надо не не будет не очень красиво будет и вот это расстояние 5 миллиметров примерно ну как получится потому что мы же не на пяльцах шьем не по канве по канве проще конечно там клеточки все видно и понятно один сюда прокалываем наизнанку до выводим вот сюда точку 2 петля сверху отсюда выводим точку 3 а из 3 выводим . 4 в центре опять 4 и пошла нить вот сюда у нас то есть вот так она идет у нас нить так 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 и так в центральную вот в первую опять и сбоку по одной точке и так пошло дальше сейчас будем вышивать я взяла лоскуток опять в полосочку вот видите ниточки прям видны светлые и вот нам как раз они понадобятся начинать можно хоть сверху хоть снизу но сейчас покажу почему надо сейчас снизу сделать выводим с изнанки отступаем прям чуть-чуточку и выводим в точку 2 вот так теперь . 3 у нас находится вот где-то здесь и из нее мы выводим иглу в том самом месте где у нас вышла в первый раз игла с изнанки вот этот вот немножечко стежочек нам мешает это на первом стежке так получается выводим в центр центральную точку петля у нас внизу нить верху находим первую точку вкалывая на миллиметр влево идем нить у нас сверху вкалываем в третью точку и выходим в центральную в первую подтягиваем ниточки не очень удобно сшить конечно по джинсе вышивать так у нас получилось теперь находим опять точку 1 вводим иглу выводим на родном миллиметре теперь точку 3 и выводим опять центральную нить у нас уже здесь внизу получается вот такие как бы шляпки опять находим точку 1 выводим в точку 2 из точки 3 в точку 4 центральную нить сверху подтягиваем опять ниточку у нас эти швы должны быть параллельны здесь тоже параллельно опять вкалываемся вот видите вот здесь у меня не очень нить ну так разровнялась она здесь вот получается у меня по джинси по рисунку по этим полоскам конечно крупноватый у меня рисунок а когда он помельче на 5 миллиметров высоту то получается красивее точка вот видите я сделал ошибку вот здесь не заметила что поверх прошла нитка у меня но ничего страшного вовремя заметить надо выводим иглу снизу конечно у нас это ниточка должна быть сверху вот так девчонки присылайте свои работы кто что вышел то что шил мне на дзен или соцсети мне очень интересно будет и я могу опубликовать и показать всем ваши работы я думаю тоже будет людям интересно кто как шьет у кого как получается руки не опускаем не получается перешиваем пробуем учимся вот здесь закончим это шовчик продолжение я покажу чуть позже будет интересно оставайтесь со мной что мы дальше будем делать посмотрите как симпатично получилось отгладиться они лоскуточки эти будет очень красиво и ровненько конечно у меня говорю же это широкий получился шов и здесь надо поуже и здесь пониже и будет тогда очень даже аккуратно и красиво девчонки все мы хозяйки и я вам хочу показать свою новую помощницу мясорубку от фирмы оберхов magnum r16 вот в такой коробке она пришла все технические характеристики указаны все насадки и все составляющие ее вот такие рецепты в книжке есть техника фирмы оберхов это в первую очередь европейское качество сделано покрытие матовый металл имеется в комплекте лоток сама мясорубка имеется насадка для колбасы для кеби толкатель и три решетки в комплекте на 3 5 и 7 миллиметров очень удобно для разных видов продуктов также идет инструкция на русском языке со всеми техническими характеристиками с рецептами и гарантия на технику два года мясорубка очень мощная имеет она сенсорный экран здесь есть кнопка включения реверса есть индикатор температуры двигателя он сам отключается при перегреве имеется 6 автоматических программ это мясо говядина замороженное мясо рыба томатный сок и шинковка овощей проходите по ссылке в описании под видео ознакомитесь с техническими характеристиками со всеми которые вас интересуют почитайте отзывы собирается мясорубка очень просто вставляется основной блок затем шнык нож решетка и затягивается все это кольцевой гайкой собирать ее надо конечно же в отключенном состоянии не как у меня не смотрите на меня мясорубка включается кнопочкой которую надо подержать две секунды есть кнопка включения есть кнопка реверс есть выбор программ различных имеется индикатор температуры двигателя он отключается при перегреве на дисплее отображается время работы мясорубки шнек крутится с определенной скоростью на каждый вид продуктов измельчение идет в три этапа есть защита от детей а также к мясорубке идет очень приятный бонус в виде овощерезки вот такой многофункциональный 6 насадок в ней удобная ванночка на резиновых ножках не скользит а также плододержатель друзья захотите по ссылке в описании под видео посмотрите на товар сейчас очень хорошие скидки на этот товар ну а теперь посмотрим в деле я начинаю перемалывать сухари мясорубка зверь я вам скажу ну что продолжаем я дошла до конца почти да и так же прокалываю в третью точку вывожу в центральную игла сверху почему сверху потому что будем продолжать можно оставить в таком же виде и тогда вот эту петлю просто выводим на изнанку и делаем там закрепочку узелок но если мы продолжаем узор то нить выводим снизу вот этой петли выводим опять в точку 1 напротив вот этой точки и то же самое в зеркальном отображении в точку 2 вкалываем точка 3 и выводим центр теперь идем точку 1 вот сюда выводим точку 2 идем точку 3 и выводим точка 1 центральная то есть то же самое мы повторяем только вот в этих местах у нас будет как бы двойное двойная шляпка вот это вот здесь одинарная везде вот здесь одинарная по краям будет а здесь у нас в центре будет двойная опять выводим точка 1 точка 2 и точка 3 сюда вывели мы вводим опять точка 1 точка 2 делаем вторую шляпку получается точка 3 уже сегодня медленно медленно вам все показываю и вот такие ромбики у нас получается выходят не забывайте нить внизу а здесь нить петля сверху здесь петля внизу здесь сверху и выводим в последнюю точку можно здесь сделать последнем петле еще раз повторить шляпку и выводим на изнанку закрепляем вот так получилось если бы вы начали вот отсюда сверху то у вас бы этот край был не закрытый как сейчас а вот такой был бы можно и так сделать посмотрите тоже неплохо смотрится можно продолжить рисунок вышивку опять вниз отсюда начали и опять сюда вот ромбики эти сделали можно больше даже сделать получится сеточка такая очень красивая ну чем не вышивка на сумку или на кошелек на косметичку мне нравится вот я такой же сшила чуть помельче у меня поаккуратнее здесь покрупнее я уж вам чтобы показать поближе и вот можно еще даже помельче то вот это и будет еще симпатичнее смотреться а это просто зигзаги получились со шляпками тоже может быть почему бы и нет а здесь такие проколы идут просто с изнанки ну что дальше будем следующий шов изучать следующий шов красивый очень но очень простой надо опять нарисовать параллельные полосочки чтобы нам проще было ориентироваться и будем вышивать просто вот такие полосочки на одинаковом расстоянии вот так столько надо полосок вышить кратные 3 чтобы делилось количество на 3 а зачем сейчас все узнаете можно вот так сразу и вот миллиметра 2 допустим 3 выводим иглу вот я вышила полоски кое-где какие-то пляшут немножечко но ничего страшного сюда я вывела теперь выводим почему кратные 3 я говорила потому что мы будем сейчас связывать по 3 полосочки вот этих вот выводим иглу в центр вот этой полоски 2 и вот так связываем как бы их проводим иглу под снопиками вот такие снопики будем вязать и вот так связывать их понятно выводим в центр иглу не получилось центр подводим его сюда затем сюда и выводим на изнанку центр иглу сюда заводим иглу сюда заводим и выводим на изнанку и смотрите какие жучки получаются снопики или звездочки снежинки как хотите называйте кином девчонки пишите будем продолжать изучать швы или нет меня вот увлекло это сейчас в огороде работы поменьше становится и поэтому хочется уже рукодельничать и вот посмотрите какая прелесть получается снопики жучки или снежинки осознанки вот так все просто закрепляемся все вот наша коллекция пополнилась еще на один шов и сейчас еще интересный симпатичный шов покажу следующий шов у нас будет тоже очень простой тоже я разметила вот вам картинку покажу точку центральную вниз опускается и слева справа я беру обычную нить сороковку складываю вдвое и будем вышивать ее развернула листок будем шить отсюда начинать идти сюда сюда и сюда я ввожу иголку сюда и в правую точку нить у меня вдвое сложена делаю закрепку нитка остается сверху а я иду обратно в эту точку и вывожу в центральную опять нить оставляю сверху и вывожу вхожу опять в эту точку в одну и выхожу слева я расставила опять точки центральную и три по этой линии вкалываю в центральную вывожу вот сюда в первую нить сверху нить сверху опять вкалываю сюда нить сверху оставляю вывожу в центральную точку еще раз также сюда центральную и вывожу вот сюда не забываем нить всегда сверху вот такой шов получился можно расстояние здесь сделать меньше намного наполовину меньше будет поинтереснее смотреться можно это расстояние вообще не делать а сделать вот здесь просто закрепку и будет у вас вот такая лапка можно ее вышить по кругу и будет у вас цветочек круглый в общем импровизируйте придумайте фантазируйте и будет вам счастье вот еще один лоску точек еще одна вышивка пригодится в мою коллекцию мою будущую работу пишите в комментариях будем продолжать вышивать или нет я буду с нетерпением ждать ваши комментарии на сегодня это все всего доброго до встречи